Тут все хорошо, ну все, не сравнить какой был и какой стал. Как в Москве. Многие эксперты еще до начала реконструкции изумрудного, а это было 4 года назад, говорили, что будут стремиться создать современный парк, похожий на столичный. Спустя время не только эксперты, но и простые горожане уверенно заявляют. Получилось. Все потому, что жители и общественность были очень активны. Проводили субботники, а потом проголосовали за реконструкцию парка в рамках федеральной программы. Наш город участвует в нацпроекте «Жилье и городская среда» уже с 2019 года. С 2019 года мы приступили благодаря выбору населения, в том числе именно в рамках голосования. Жители выбирают у нас зеленые уголки, на которых они хотели бы видеть их новыми. Теперь новые изумрудные в качестве места для отдыха выбирают тысячи людей, причем не только те, кто живут рядом. Пешеходные, виллодорожки, площадки для выгула собак. По выходным не только здесь проходят всевозможные развлекательные мероприятия. Изюминки добавил и пруд, который наполнили в этом году. Он отличается, конечно, детскими площадками, отличается от других парков. Ну и вот озеро, катамараны. Больше же у нас нет таких парков в Барнауге. Таких нет, но есть другие. Вслед за изумрудным, общественность, а затем и власти обратили внимание на парк, через огромную территорию которого в 90-е люди даже боялись ходить. Море пространства и зелени, и море мусора. Таким еще пару лет назад был юбилейный. Теперь он тоже меняется на глазах. Народ стал гулять, отдыхать. А до этого никто здесь не был. Ну, лыжники иногда промелькивали. И какие-то странные такси, машины тут заезжали. Непонятные. Изменения кардинальные. Мне очень нравится, какая здесь сейчас природа, аллейка. Едешь на велосипеде, и над тобой прям такая небольшая лесная роща, как будто бы. Очень комфортно. Есть здесь хороший асфальт. Белочки прыгают каждый день, я их вижу, поэтому я очень доволен. Надеюсь, парк будет развивать еще больше. Я бываю практически ежедневно. И, честно говоря, мне нравятся те места, где еще не благоустроено. Потому что они напоминают лес. И позиционирование зеленого парка хотелось бы для отдыха, для спокойного отдыха. Вслед за общественниками и обычными горожанами эксперты заговорили о том, что каждый парк, будь то новый или после реконструкции, должен иметь свое лицо и свой колорит. У изумрудного он есть. Должны подтянуться и другие. Если, скажем, 10 лет назад, 5 лет назад зеленые зоны в качестве благоустройства еще были достаточно сомнительными, то теперь вопросов к качеству нет. Вопрос только лично, может быть, у меня. Вопрос к идентичности зеленых зон. Потому что, мне кажется, что у каждой зеленой зоны должна быть своя айдентика, должна быть своя узнаваемость, чтобы человек... Ну вот, понимаем мы, да, в мире современном живем, человек где-то сфотографировался, выставил в статус. Мы все понимаем, где он. Возьмите парки Великобритании. Возьмите парки, вообще европейские парки. Там в городах, допустим, в той же Барселоне, такое туристическое место. Ведь там каждый парк имеет какую-то свою направленность. И вот в этом плане у нас в городе Барнауле изначально парки имели такое свое лицо. Парк центрального района, но он всегда считался историческим. Ведь горная аптека, которая находится напротив этого парка, это по большому счету был питомник, был аптекарский сад, который там и первая улица города Барнаула проходила и именно по территории парка центрального района. И он носил, так будем говорить, такую историческую свою направленность. Кстати, в этом году центральный на реконструкции тоже в рамках федеральной программы. Сохранит ли он свою изюминку, покажет время. А между тем, нынче горожане отдали свои голоса за реконструкцию парка имени Ленина. Проект парка на стадии обсуждения, но народ в перспективе видит его тоже со своей изюминкой. Парк культуры и отдыха со спортивным уклоном. Наверное, не со спортивным, а больше всего физкультура. Оказывается, вот я подниму эти архивы Алтайской правде, есть материал. Вот эта аллея, она была посажена олимпийскими чемпионами Олимпиады 1980 года. Точно? Роднина здесь была. Она принимала участие в высадке вот этих деревьев. Можно было на травке посидеть, даже расстелить, а не в зарослях вот здесь. Делать какие-нибудь площадки, возможно, для тенниса. Кстати, многие отмечают, что горожане не только активно голосуют за преображение зеленых зон с их появлением, они более бережно относятся к сохранению парков. В том же юбилееном следят за порядком и сообщают в мэрию в случае нанесения каких-то повреждений. А еще готовы голосовать за появление новых, за продолжение городской зеленой революции. Тем более, что в этом готовы помогать. С 2019 года мы порядка 19 зон таких реконструировали. Благодаря поддержке Виктора Петровича Томенко, то есть мы участвуем, выделяется очень большой объем краевого финансирования. На текущий год у нас порядка 350 миллионов выделено на благоустройство наших зеленых территорий. Город меняется. Мы сюда приехали в 2012 году с Каргизии. Город очень вырос. В зеленом насаждении вырос, вообще вырос. Да, качество зеленых зон растет, количество тоже растет. Ну и как бы, соответственно, опыт в этой сфере тоже накапливается. То есть у нас есть уже готовые кейсы, которые можно как-то экстраполировать на будущие проекты. Уезжать отсюда не будем. Нам очень нравится наш город Барнаул. Татьяна Голубева, Андрей Печоркин. День с толком.